САСТАПИССЬ Привет, с вами Джейн Крат. И так, сейчас наступает пора экзаменов, контрольных и прочих юр... И именно поэтому, пришла пора снять видео, про типы людей на экзаменах. И так, первый тип, Код из Шека. Это человек, который вызывает от преподавателя жалость только одним своим взглядом, и он вынужден поставить ему положительные оценки. Итак, Иванова, что такое дискриминант? Ну ладно, вас три устроят. То есть вы считаете, что знаете на четыре? Садитесь. Пять. Нет, как вы это делаете? Как? Мне кажется, что этим взглядом можно добиться чего угодно. Мистер президент, у нас огромные экономические потери, и нам нужно срочно сбалансировать финансовую ситуацию в нашей стране. О, ну ладно, как-нибудь в другой раз. Второй тип умный. Тот, кто реально, нет, реально все знает. Вот он реально читал дополнительный материал по предмету. Нет, реально такие существуют. Этот чувак настолько умный, что если его разбудить посреди ночи, то он скажет вам, какая звезда во вселенной самая яркая, какой у нее радиус, и сколько световых лет до нее лететь, если в руках у вас собака. Он такой умный, что сможет рассчитать, с какой вероятностью Леди Гага выпустит новый альбом, если она до сих пор выпускает в Инстаграме видео без звука. Нет, серьезно, эта женщина вообще собирается выпускать альбом? А, здрасте, здрасте, всем приветик, меня зовут Леди Гага, и сегодня мы будем готовить мой новый... альбом. Ну вот и все, альбом готов, класс. Третий Дима, Белоснежка. Белоснежка идет сдавать билеты, экзамен, идет отвечать, всегда самый первый. Почему? Да потому что дома ждут 7 мужиков, которые ждут, пока им постирают носки, которых надо накормить, напоить, еще спать уложить. А еще есть целый лес животных, которым нужно спеть, и которых нужно заставить убрать хижину. И все ждут тебя одну. А еще надо успеть на поезд далекое-далекое королевство. В общем, Белоснежка должна отвечать всегда самой первой, и никакой другой. Четвертый тип, читер. Вы пока все сделаете, да, я потом у вас все спешу. Этот человек, как правило, садится с умным видом, берет листочек, ручку, пишет свою фамилию, вариант, и ждет, пока все напишут. Он просто сидит и выжидает, когда умный мальчик или умная девочка все решат, а потом можно будет все миленько у них списать, потому что они все знают. А ты нет. Читеры делятся на два вида. Открытые, которые прямо говорят, что они ничего вообще ничего не знают, им нужно просто тупо списать, и завтра с меня шоколадка. На самом деле шоколадки никакой на завтра не будет. И закрытые читеры, которые пытаются списывать незаметно. Ключевое слово пытаются. Пятый тип. Человек, который все, в принципе, знает, но всегда паникует, и говорит, что я ничего не сдам, господи, я ничего не знаю, хотя все знают, что на самом деле он все знает, и он все сдаст, и в итоге он получает высшую оценку, и какого черта было тогда ныть? Шестой тип. Тот, кто никогда не учит, но всегда сдает. И это, как ни странно, подавляющее большинство учеников и студентов. Нет, я так не делаю. Экзамены, эта штука серьезная, и готовиться надо основательно. Спать по 3-4 часа. Ну ты всю ночь готовишься. Вообще-то некоторые так делают. Я просто так вот такая, ой, я же не спала в 3-4 часа. Ой, ладно, забыли, спите сколько вам надо. Седьмой тип. Черт, я проспала, черт! Седьмой тип это тот, кто вообще проспал экзамен. Как можно было проспать? Как можно было проспать экзамен? Экзамен, это же важная штука. Ну что же, это были типы людей на экзаменах. Я надеюсь, что вы сдадите все свои контрольные экзамены и прочую лабуду, потому что я уже знала. Напишите обязательно вниз в комментарии, какой экзамен вы ждете с особым ужасом. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте ему пальцы вверх, потому что мне приятно, всем приятно, тебе тоже, особенно тебе. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на вот это видео. Пока!